В открытие концерта приглашаем основателей фестиваля, президента фестиваля, поэта, члена Союза писателей России Татьяну Ивановну Олейникову и композитора, автора и исполнителя, бессменного члена жюри исполнительской и композиторской мастерской Григория Левицкого. Уважаемая Татьяна Ивановна, мы хотим узнать, что для вас значит оскользкая лира и что бы вы хотели пожелать будущим участникам фестиваля. Будущим участникам фестиваля я желаю вдохновения, желания поучаствовать в наших мастерских. А что для меня скользкая лира? Ну, это мое дитя, можно сказать. Ну как? Люблю и его, и лиру, и фестиваль. Люблю всех, кто приезжает на фестиваль, кто творит, кто болеет за то, чтобы фестиваль продолжался, рос. И увеличилось каждый год 20-30 лет, а потом, может, и 40 лет фестивалю. И я думаю, что это будет замечательно. Большое спасибо Татьяне Ивановне. Стихи Татьяны Ивановны мы еще услышим. А сейчас Григорий Левицкий. Так, можно попросить у ребят для Григория стул? Принести у нас они заготовленные. А Татьяна Ивановна, мы пока попросим в зал присесть. Я думаю, что вы думаете правильно. Я думаю, что вы думаете правильно. Я с тобой все послушаю еще раз. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Татьяна Ивановна, на сцене Григорий Левицкий. Я со сцена уйду. Ну, я начну с песни, стихи Татьяны Ивановны. Песня о всех нас, о творческих людях Называется «Все-таки что-то от нас остается». Тоже натянем на грифе струн Песню споем, да еще ни одну Каждое слово ласкает гитару Значит, не дам, все это не дам И все-таки что-то от нас остается Где-то прошепчется, где-то споется Где-то заполнится слово-строка Значит, зачтется, значит, зачтется Значит, зачтется нам наверняка Значит, не зря нас смотало и било Сладко не знаю, но солоно было Било подых, а потом поднимало Время, которого не доставало И все-таки что-то от нас остается Где-то прошепчется, где-то споется Где-то заполнится слово-строка Значит, зачтется, значит, зачтется Значит, зачтется нам наверняка И все-таки что-то от нас остается Где-то прошепчется, где-то споется Значит, зачтется нам, значит, зачтется И все-таки что-то от нас остается Где-то прошепчется, где-то споется Где-то заполнится слово-строка Значит, зачтется, значит, зачтется Значит, зачтется нам наверняка Значит, зачтется, значит, зачтется Значит, зачтется нам наверняка АПЛОДИСМЕНТЫ Лёд не взрывает и медленно тает, Зимник грустно чернеет сквозь лёд. Лёд не взрывает и медленно тает, Зимник грустно чернеет сквозь лёд. Распрямляются ветки весной, И черешни вот-вот отсветят. Лёд не взрывает и медленно тает, Зимник грустно чернёд. Лёд не взрывает и медленно тает, Зимник грустно чернеет сквозь лёд. Лёд не взрывает и медленно тает, Зимник грустно чернеет сквозь лёд. Гусиные лапки осеннего клёна Мелькает спокойно и стыдно реки. Лёд не взрывает и медленно тает сквозь лёд. 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 Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену поэта, фразика, руководителя литературного объединения «Творческий фонарь» членом Союза писателей Российской Федерации Ольгу Филиппову. Как-то прям так неожиданно я прям первая среди поэтов вышла. Что для меня скользкая Лира? Она прошла через всю мою жизнь. Я была дипломантом первой Лиры 1989 года и несколько последних лет член жюри поэтической мастерской. В 1992 году, когда Лира была самой большой и известной, я повстречалась на Лире со своим мужем. На Лире выросли мои дети. Один из них поэт, который правил. Ну и вот хочу прочитать то стихотворение, благодаря которому в 1989 году я стала дипломантом, а потом уже более современное. Я люблю. Ты смеешься в глаза. Я люблю. Ты не веришь. Я вижу. Я за это тебя ненавижу. Вот, наверное, уже полчаса. Ухожу. Но тебе говорю, чтоб не ждал ни в мороз, ни в ненастье. Только вслед ты кричишь. Я люблю. А чего ж ты смеялся? От счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ Декабристка 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 Январь Январь Не греет озявшие души, и тянутся вверх почерневшие ветки рябин. Январь согревает их пушистым снежком, не спешит. Уснули под саваном тонким дома, фонари, застыл до глубин обнаженный замерзший фонтан. И только полоска горячая алой зари согреет порой белый мир сквозь морозный туман. Мне снятся зимою живые весенние сны. На клейких листочках прозрачные капли росы, дыхание пряное, пьяное от счастья весны. Мне снятся зимою волшебные вещи сны. Спасибо. Валерий Клибов, Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, с особым удовольствием хочу пригласить на эту сцену руководителя клуба авторской песни «Барэм», автора и исполнителя, члена жюри фестиваля «Оскольская лира» Наталья Стрельникова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я так люблю тебя, родной Субтитры подогнал «Симон» 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 Нет, всё прекрасно слышно, всё замечательно. Продолжаем, не будем мешать. Сейчас я хочу исполнить песню, которая называется, по которой меня, знаете, на фестиваль, когда появляемся мы с палатками, со всеми теми делами, да, с рюкзаками, вот когда вываливаемся вот это на полянку, чтобы устанавливать, видят друзья откуда-то из Белгорода или там откуда-то приезжают, с Курска, ребята. Это, о, Аскольская Лира приехала. Это я. У меня песня появилась на стихе Петра Яковлевича Рощенкина. Ну, я не могу сказать, что она является гимном фестиваля, потому что гимн уже есть, но называется она «Аскольская фестивальная песня». Ну, кто захочет, подпевайте. О, хорошо слышно. Вас оскол встречает светом Иван-чая, запахом сосен, шорохом волны, полною луною, теплою водою, песенную молодость страны. Чтоб на фестивале песни распевали, и стихи читали до утра. Без песни, поэзии, дружбы и мира, наверное, прожить нам нельзя. О, аскольская лира, аскольская лира, наш праздник, любимые друзья. О, аскольская лира, аскольская лира, наш праздник, любимые друзья. Об оскольской лире много говорили, в небесах мечтою не паря. Навсегда сдружились и лично убедились, что слова не тратят тут зазря. Спойте же, солётные, песни нам добротные, о делах, о дружбе, о любви. Это темы вечные, с теплотой и сердечной, успойте и чужие, и свои. Без песен, поэзии, дружбы и мира, наверное, прожить нам нельзя. О, аскольская лира, аскольская лира, наш праздник, любимые друзья. О, аскольская лира, аскольская лира, наш праздник, любимые друзья. Большое аплодисменты, дорогие друзья. Наталья Стрельникова. Спасибо вам. Дорогие друзья, Аскольская Лира, сколько сердец объединила, сколько талантов открыла. И я хотел бы сейчас обратиться к Татьяне Ивановне. Татьяна Ивановна, за годы существования Аскольской Лиры, ввел ли кто-нибудь статистику, сколько людей ее посетило? Ведь наверняка это же цифра, ну, больше, ну, как минимум шестизначная. То есть, да, то есть, если подумать, да, то есть, сколько людей? Ну, к миллиону можем мы приблизиться? К миллиону, может быть, нет, но поблизости. Но поблизости, ведь с разных стран, городов, люди прилетали. География обширная, весьма обширная, и затрагивает вплоть до Европы же, правильно? Да. В 92-м году даже из Хабаровска люди приезжали. Ну, что я про Европу говорю? С Хабаровска люди приезжали? Ну, а что нам-то Европа? Там ее, как Калининградский край. Вся, целиком. Да, друзья, ну что же, а в продолжение. Собственно, к чему я добил, что очень много молодых, ярких, талантливых артистов приезжали на Скольскую Лиру и приезжают, что самое замечательное, чтобы показать себя, показать то, что они придумали, и с нетерпением ждать результата жюри, как оценят наши уважаемые жюри, их творчество. И сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену замечательного именно представителя молодежи. Это участница клуба «Баре», молодое поколение, неоднократный лауреат фестиваля «Оскольская Лира» Евгения Ильясова. Друзья, под ваши аплодисменты Жилища, мы просим вас выйдет. У вас, насколько я знаю, песня «Перышко». Да. Да. Лети, перышко, через полюшко, смакни перышко, Мою курюшко, с моего лица, смакни пылюшку, Обратися, стар, моим крыльшком. Не пы крылышки, как у сокола, Не пы сивушку, как у камушка, Не пы, братушек, как у деревца, Не пы, жизнюшку, снова повенца. Не лежать бы мне в чистом полюшке, Не смотреть бы мне в небо в облачках, Не бросить бы мне легка перышко, Отогнать, смакнуть, мое курюшко. Лети, перышко, через полюшко, Смакни перышко, мое курюшко. Дорогие друзья, а сейчас я с большим удовольствием. Во-первых, хочу попросить, чтобы вы включили свет в зале. Богдан, наверное, к вам, да? Спасибо большое. И хочу пригласить дорогую нашу участницу В фестивале «Аскольская лира» Лауреата 2015 года Фаину Ташманову. Богоречи! Аплодисменты! Фаина у нас не только лауреат фестиваля «Аскольская лира», Но она у нас и обладатель в этом году Большого приза от поэта Андрея Дементьева. Я с удовольствием предоставляю слово Фаине. «Зайдет звезда на Невском небе тусклом, А солнце на Курилах вдалеке. Шестая часть вели поет на русском И думает на русском языке Насвеленный, сильных и не очень веселых, Грустных, дерзких, молодых, Отлично летом отдохнувших в Сочи. Вдохнувших воздух крымских волк седых, Застрявших как-то в жирном черноземе, Искусанных таежною мошкой. У нас Кавказ с Уралом, И горы с зёмной. На свете нет страны другой такой. У нас Татарин крепким русским словом Болеет на Дакаре за КамАЗ, А в Брянске брата-брат встречает пловом. Пока Якут нальёт Орловский квас, Мы на отцов похожи, Цветом кожи, Глазами на своих любимых мам. У нас бывает москвичу дороже, Нет ничего, чем близкий сердцу БАМ. Страна моя, восьмое чудо света, Мы каждый, плоть твоя, Велик и мал, Россия украшение планеты, С душой глубокой, чистой, Как Байкал. Пройти тебя нельзя пешком, И в школе, И не любить нельзя. Уж мне-то верь, Как не заплакать. У святого поля под Прохоровской, Где живу теперь в широком смысле, Или, может, в узком, Моя рука всегда в твоей руке, Как миллион, Думаю на русском, И говорю на русском языке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Огромное спасибо! Великолепно! Это настоящие шипы! Готовно! Готовно! АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас я приглашаю на сцену Самого обаятельного И привлекательного гитариста, Регулярно покоряющего Сердца членов жюри. Сейчас все мужчины так за гитарами Заверли! Заверли! Про нас говорят! Кто же это?